Сильно учиться помогать себе сначала. Да, совершенно верно. Дайте ей микрохончик. Мне ваши атаковые не нужны, они ее смущают. Вот, поэтому вот в этом смысл. И еще, как бы, ну, вам вот в таком состоянии мама помогает находиться, потому что она, ну, правду очень сильно знает и давит на вас этой правдой. Вот, потому что любовь всегда настоящая означает терпеть неразумность человека, а не давить своей разумностью на него. Когда мы терпим неразумность близкого человека, то тогда в этом случае он становится разумнее, потому что через терпение передается знание. А если мы давим своим знанием на него, это значит, что мы его не любим, потому что давление знание не передает. оно отгораживает человека и делает его еще большим безумцем. Поэтому воистину, если ты хочешь помочь кому-то, сначала прими его, со всеми его недостатками. А потом уже, если можешь, помоги. А вы ее не приняли. Вы хотите ее переделать. Это значит, что вы никогда ей не поможете. Или поможете тогда, когда примете. Доброта означает принятие, не означает попытка переделать. Я вашу дочь не переделываю сейчас. Я ее принимаю такой, какая она есть. И поэтому я объясняю, что чтобы помочь кому-то, нужно сначала восстановиться. Психика, ну, у человека так устроено все внутри, что он только через себя может помогать. Люди думают, что вот если я хочу помочь, значит, я помогу. И для этого не нужно ничего. Но это неправильное мышление. Чтобы помочь, нужно сначала самому стать сильным. Поэтому я вот сегодня серьезную аскезу совершал с утра для того, чтобы вам помогать на лекции. Мне надо было быть сильным. Часть энергии забрали, клубы благостя не пришли сюда. Ну, часть забрали, часть дали. Вот, в результате баланс наступил. Вам тоже так же надо делать. У вас такая же природа, как у меня. То есть вы любите помогать людям. Но не знаете, как правильно это делать. Вы хотите, ну, сгореть в этой помощи, отдать всю себя. А это, ну, неправильно. Богу это не нравится. Надо наоборот очень много... Набирать силы, становиться сильной, а потом помогать. Вот такая система. Правильно. А вы неправильной системой пользуетесь. Вы помогаете и истощаете себя полностью. Можно сказать? А? Можно сказать? Да. Ну, просто что мне хотелось помочь своим близким, ну, вот, которые умерли, да, потому что я чувствую, ну, особенно вот, ну, недавно, дедушка. Ну, вот, хочется ему как-то чем-то помочь. Да? Угу. Так. Ну, и себе тоже. Таким образом. Нет, наоборот. Надо помочь сначала себе, а потом им. Ну, просто хотелось узнать, где я не... Не скажу. Потому что, если я скажу, вам будет еще хуже. Да. Вы должны сейчас себе помочь. Ну, начать правильный образ жизни. Человек не должен быть больным и несчастным. Да, я вот слушаю ваши лекции уже более 4-х лет онлайн. Вы первый раз. И вы решили согласиться с этим, да, что надо быть здравым? Да. Ну, тогда я вам рекомендую длительные прогулки или пробежки на свежем воздухе. Вам рекомендую купание в речке и молитву с кем-то, чтобы силы брать от кого-то. Ну, ваше верение, естественно. Спасибо вам большое. Ну, передайте маме своей. Да, дай вам ей. Что вы мне сказали? Намного легче стало. Я поняла, что по-другому мне нужно принять дочь и принять ее кое-какая она есть всеми не рассудить. Да, и сразу ей станет легче. Тут же прям вы начнете помогать ей. Потому что, когда человек принимает другого человека, в этот момент принятие его силы переходит к этому человеку. А когда он не принимает, силы не переходят, а напрягает такого человека. И, как я понимаю, то есть, да, у меня есть какие-то знания, они должны быть, они никуда не денутся из меня, если они уже есть во мне, просто, молча, ну, как... Я же не отвергаю ваше знание. Я знаю о ваших знаниях. Я знаю, что вы очень мудрый человек. Но когда, понимаете, дело касается близких отношений, любой мудрый человек теряется в этом во всем. Поэтому мне приходится в отношениях с своей женой советоваться с наставником. Я иногда теряю... В близких отношениях люди теряют себя. Они не знают, как правильно, хотя другим они могут правильные советы давать. Ну, здесь вот такая ситуация. Да. То есть я буду наблюдать, да, как бы, ну, изнутри, успокаивать себя. Вы должны принять ее, просто. И в момент принятия перейдет ваше знание. Хорошо. Буду работать в этом направлении. Спасибо большое. Спасибо большое. Ну, вот давайте далеко не ходить, вон девушку поднимайте. Нет, нет, я же вам сказал, далеко не ходить, вон девушка. спасибо за ваши ответы. Все точку, ну, как бы, копилку, так скажем, собираем. Тут просто прозвучало тему смерти, и тоже, я думаю, что, ну, это тот вопрос, который стоит именно вам задать. Так мне кажется. не всегда про смерть что-то спрашивают. Да, извините. Наверное, страшно выгляжу. Нет, просто вы знаете, печальные мысли навею. У меня почему-то такое, ну, как, складывается ощущение, что у меня по материнской линии умирает очень много мужчин. Мальчики, старшие, не своей смерти, насильственной. и у меня есть брат, он младший, и он тоже в детстве много болел, то есть, тоже был риск, то, что он уйдет. И сейчас, вот мы с братом, мы оба, ему уже 32, у него нет детей, и у нас с супругом один ребенок, то есть, как бы, нет дальше продолжения. У вас вам надо просто больше на природе быть, свежий воздух, водичка, больше рад наполниться, наполниться. То есть, не хватает силы в организме зачать, а ему надо больше сырой пищи, сырых корней есть. У него перегреет организм, а у вас истощен. Ну, то есть, надо просто наполниться и рожать. Но, чтобы зачать ребенка, нужно, чтобы организм имел силу на это. Потому что организм женский рассчитывает, я могу выносить ребенка или нет. Если организму не хватает энергии природы, он не вынашивает, поэтому не зачинает. просто какие-то такие моменты случаются, которые истощают. Вот год назад ушел из жизни мой отец и тоже не своей смертью, может сказать, умер, в аварию попал. неожиданно, очень резко. Ну, я сейчас вам всем расскажу, вот если такие несчастья происходят, несчастные случаи. Есть такая практика, если человек не двигается, допустим, стоит долго, неподвижно и молится, то можно эту силу, вот ты не двигаешься, у тебя копится энергия скезы. Можно эту энергию скезы направить куда угодно. Например, сказать, никаких больше аварий в нашей семье. И вы скажете, и у вас в сердце будет отклик, нет, будут аварии, что ты еще недостаточно аскезы слышишь. Или, да, тебе хватает силы, чтобы этого не было. Ну, то есть, вы в своей памяти можете соединиться с несчастьем. И сила аскезы, она просто нейтрализует это несчастье или не нейтрализует. Ну, допустим, у нас недавно ребеночек маленький чуть не погиб, родился. Мы сели, начали молиться, и я смотрю, хватает у нас силы, чтобы нейтрализовать это или нет. Пока не хватило силы, мы молились. Потом, когда хватило, закончили, ребенок начал дышать. Ну, вот так это, не то, что вот несчастье, это все такая вещь, которую вот никак ты ничего с ней не сделаешь. Она преодолевает с молитвой плюс неподвижное положение тела. Любая вот эта опасность, несчастный случай, там аварии какие-то, все это, это просто энергия. Понимаете, это или энергия или реализуется на грубом плане, или не реализуется. Но запомните, сначала перед грубым планом всегда идет тонкий, невидимый план. То есть, веды говорят, что сначала идет преддействие, а потом действие. Преддействие находится на том том плане и чувствуется сердцем. Вот вы говорите мне сейчас ощущение своего сердца. Говорите, у нас, в роду, по материнской линии. Вот такие вещи. Вы мне описали объем работы. У меня сразу так возникло, сколько мне надо. Три часа молитвы неподвижно находиться, мне надо, чтобы, вот по крайней мере, сейчас не реализовать это. Может быть, я потом опять подкопиться, месяца через три еще раз так же сделаю. Для меня это просто объем работы, а для вас это, ну, как приговор, понимаете. ну, и это на самом деле не является приговором, это просто объем работы, я вам объясняю. Если говорить об этой ситуации, понимаете, то есть вы сейчас что сделали? Вместо того, чтобы после совершать неподвижное положение тела, молитву, вы просто, как папа ушел из жизни, вы пац ему всю свою энергию отдали, то, что было. А эта энергия нужна для вашего ребенка, будущего. Это неправильное мышление. Человек не должен умирать ради другого человека. То есть надо свою энергию сохранить, а если кому-то еще нужна дополнительная, надо взять, постоять просто и помолиться неподвижно или посидеть в каком-то положении тела. И этой энергии вся ваша аскеза пойдет в папу, а вы здоровье свое сохраните при этом. Это вот тема продолжения как бы вот с этой девушкой с вами одна и та же тема. Отдаю себя ради блага других. Надо не себя отдавать, а свою силу. Ваше тело вам не принадлежит, понимаете, оно принадлежит вашему будущему ребенку. Непонятный такой момент, я не могу это как бы сопоставить, что говорят, что нужно молиться за тех, кто ушел, они сами себе помочь не могут. Это факт, что надо молиться за тех, кто ушел. Они сами себе помочь не могут. такое состояние после смерти, когда привязанности и очень тяжело отпускаться. Это объем работы. Объем работы. Молиться нужно. Некоторые воспринимают объем работы как что-то уже предначерпанное, а некоторые, когда у них силы достаточно, они видят, что это не то, что что-то предначерпанное, это просто то, что надо перелопатить в своем сердце. Как убрать это беспокойство и привозить? Я вам сказал неподвижное положение тела, молитва. У меня очень беспокойный ум. Настраиваться на Бога, забыть про Папу, настраиваться на Бога, служить Ему, думать о Нем, так со всех сил стараться делать. И когда вы это сделаете, то почувствуйте силу и спокойствие. Скажите, это для Папы мысленно. И это все уйдет Папе сразу же. Хорошо. Спасибо большое. А можно меня спросить? Если вы знаете, если вы видите, что с ним сейчас? Не скажу. Нет. Я тоже расстроюсь. Вы сразу же опять все свои силы отдадите туда. А я хочу, чтобы лекцию дослушали. Спасибо. Я благодарю вас. Потому что не важно, что бы я сказал. Как только я скажу, я вас связываю с ним сразу. А вам нельзя сейчас с ним связаться, потому что вы неправильно себя ведете. Вы истерите, понимаете, то есть в отношениях с ним сейчас. А надо наоборот, то есть силы подкопить и отдавать. Аскезус совершать и отдавать. Мне кажется, что отношения на это влияют. То есть нет таких отношений, при которых невозможно не истерить. То есть как-то отношения нужно неправильно. Отношения это связь, энергия, связь. Бывает победоносная связь, а бывает разрушительная связь. Разрушительная означает, что вы не знаете, как делать так, чтобы было неразрушительно. Я вам объясняю. Нужно настраиваться на Бога, не двигаться и забыть про Отца в это время. Забыть означает наполниться Богом. И в этот момент, когда вы наполнитесь, вы ему просто мысленно скажете, что это для него, и вы при этом сами себя не потеряете, и вам легче сердце станет, потому что вы ему будете отдавать то, что ему надо. То есть человек ушел из жизни, ваш долг ему помогать какое-то время каждого человека. У меня, когда отец ушел из жизни, я ему помогал. Но сердце почувствовал, что эта помощь не доходит до него. и я узнал ответ от Бога, что не доходит, потому что он не хотел жить правильно жизнью. Он принципиально отказывался жить правильно. Господь мне в сердце сказал, ему надо поменять свое представление о жизни. Ну что, ему надо сейчас захотеть жить правильно. И тогда твоя помощь к нему пойдет. И я тогда понял, что мне надо делать. Я настроился на отца, начал стучаться ему в сердце и говорю, поменяй свое представление о жизни. Поменяй. Захоти жить правильно. И стучался ему, стучался много-много часов подряд. В какой-то момент я почувствовал, что он понял, что надо по-другому жить, не так, как он жил. И в этот момент моя помощь начала ему приходить. Но это не касается вашего отца. Я просто говорю о том, что всякие ситуации бывают, иногда даже ты не можешь помочь человеку. У вас нормально все, вам надо просто правильно настраиваться. во-первых, я видел, как он жил по спрашкам. я не судил, я просто в сердце почувствовал, что он неправильно жил. И поэтому не могу, он не может получить мою помощь. Вот вы сейчас меня судите. Но вы так спрашиваете какое-то ощущение, что вы меня судите. Нет? Красота. Если я нормально настроен, я же хотел отцу помочь, поэтому Бог мне дает знания о том, чего не хватает в этой помощи. И при чем судить? Если я его хотел судить, я бы раньше судил. Ну как бы я же должен знать, допустим, смотри, хирург делает операцию, и там он видит, что гнойный процесс, воняет там из кишечника, он видит гнойный процесс, кишечник воняет, надо все очищать, вырезать. Он судит в это время или нет? А? Ну вот, то есть если ты хочешь помочь, при чем тут осуждение? Ну конечно, то есть я должен понять, что я отцу пытаюсь помочь, молюсь, а ему ничего не помогает, не идет к нему. Я чувствую его отца, чувствую его сердце, но не идет. Ну что такое, почему не идет? И ответ такой, нет, вот не идет потому-то, я хорошо поменяю свое представление жизни. Я ему молился в сердце, просил его, чтобы поменял его. И он поменял потом какой-то помень. Часто люди думают, что не судит означает вообще не видеть, закрыть глаза и не смотреть на мир. Как я могу вам помочь, допустим, вам лично, если я на вас закрою глаза? Если я хочу вам помочь, я должен вас видеть. А что вы понимаете под знанием? Вы первый раз по-моему лекции? А что вы понимаете под знанием? Что вы считаете знанием? знание это где-то прочитал? Что такое знание по-вашему? Я вот знаю, что вы кого-то сильно обижены в жизни? Я это нигде не читал. Что вы понимаете? Но это знание или нет? затрудняетесь? Некоторые люди думают, что знание — это то, что прочитано. Знание бывает разное. Есть разные виды знания. Виды говорят, что есть нисходящее знание, оно идёт от Бога. Есть восходящее — то, что идёт от человека. Восходящее знание — это наука современная. Это тоже знание. Оно запускает космические корабли, всё, прилетают они назад. Если бы это не было знанием, то ничего бы не прилетало. Правда? Это знание. Но вот эти учёные, они отвергают знание, идущее через сердце. Они считают, что это не является знанием. Они считают, что это всё — самовнушение. Ну то есть знание — это когда ты видишь истину. Ну то есть вот корабль, допустим, я собрал по чертежам — это истина. А то, что в сердце пришло — это не истина, они говорят. Надо нужно подтверждение эмпирическое. Вот это рассуждение я считаю неправильным. Потому что есть разные виды знаний. Например, девушка видит, что любит её парень какой-то. Если с этой точки зрения судить, то тогда в этом случае она должна получить письменное подтверждение, что он любит. Ну, в принципе, это может быть и хорошо — дождаться, пока он признается в любви. Может быть, ты ошибаешься. Но если ты изучаешь, как действует сердце очень серьёзно, то не будешь ошибаться или будешь ошибаться очень редко. Например, знаешь в своём сердце, любит человек кого-то, не любит. Это называется тонкие энергии, их можно изучать. Там, конечно, можно ошибаться много, но можно и не ошибаться. Всё зависит от того, насколько ты изучаешь. Но отвергать эти вещи — это глупость. Ну, то есть, допустим, я чувствую, что меня кто-то любит или не любит. И как бы отвергаю это всё. Это примитивное мышление. Так человек может запутаться и даже самому себе не верит. Вы себе верите? Вы себе верите? Почему тогда мне не даёте себе верить? Запрещайте. Может быть, это и так. Но у меня есть другое ощущение. Я могу ошибаться, конечно. Ваш вопрос? Вот задняя может помочь. А в целом, знаете, у меня к вам просьба. Если вы мне не доверяете, то не спрашивайте. Хорошо? Иначе из этого ничего хорошего не получится. Потому что я буду нервничать и вы будете нервничать. Ну, то есть, проблемы начнут. Здравствуйте. Спасибо вам большое. У меня такой вопрос. Мы с мужем вместе сейчас живем 4 года, а вот деток пока не получается. И вот у него такая особенность. Он из-за денег очень сильно, ну там он 3 года со мной постоянно разводился. Но мы тут уже прошли период. Вот. И из-за денег он ругается со мной. Вы деньги тратите, что ли, Сиди? Нет. Я наоборот не трачу. Я ему все отдаю деньги. Что он ругается-то? Я думаю, страх бедности, наверное. Ну, то есть, у нас достаток хороший, нет проблем в деньгах. В деньгах нет проблем, но… Вы истощены, вы не можете сейчас зачать ребенка. Нужен свежий воздух, движение, молитва. То есть, у вас и физическое истощение, и психическое. То есть, психическое лечится добрыми людьми, молитва. Физическое истощение лечится природой. У вас есть и тот, и другой вид истощения. Вашему мужу только психическое истощение. Физическое у него зачатие возможно. Вам нужно поменять образ жизни. Вы сосредоточились. Есть страх в жизни. Существует зона страха. Если человек на ней сильно сосредотачивается, то он теряет себя. Вот зона страха – это деньги, квартира, там, опасность для нашей страны, там, в жизни. Это если человек сильно туда погружен, в эту зону страха, то вся его психическая энергия туда уходит. То есть, вот если, допустим, я думаю очень сильно о том, чтобы моя родина, ну, как бы, не пострадала. Это хорошо или Бог? Хорошо. Но у тебя ни на что больше сил не хватит. У тебя не хватит сил, чтобы деньги зарабатывать, зачинать детей. Может так случиться, что, ну, ты все свои силы туда в эти мысли отдашь, и все. Поэтому человек должен как-то, ну… Ну, ладно, родина… Я такой плохой пример привел, тем более на Украине сейчас. Может быть, это и хорошо – отдать свою жизнь и мысли родине. Но, понимаете, где-то в Никарагуа там девочку застрелили. Вы в новостях читаете, думаете, вот гады, ага. И целый день об этом думаете. Вся ваша энергия идет в Никарагуа. У вас там проблемы в семье, там денег не хватает, детей нет. Я сейчас говорю о том, что мы очень много думаем о негативе разных. То есть мы как бы позволяем себе читать разные новости, переживать за это все. И вся наша сила разлетается по пустякам. Ну, может быть, даже не к пустякам, а не туда, где я должен… Ну, где зона моей ответственности, будем так говорить. Но у вас другая ситуация. Вы слишком сильно погрузились в зону своей ответственности. Понимаете, вы слишком много думаете о трудностях, которые у вас есть. Надо с них переключиться и думать о чем-то хорошем. Ведь у вас и хорошее есть, и вы, допустим, верная жена – это хорошо. Ваш муж, он такой ответственный человек перед семьей, перед вами – это же хорошо. Вот и думайте об этом. Это будет давать вам силы, счастье в жизни. Можно еще? А вот правильно тогда я понимаю, что у меня сейчас в работе идет развитие, и мне нужно меньше в этой мере давать, да? То есть, я отточиться на семье больше, потому что в работе… Вот сейчас плохой период идет, вы сейчас не сможете зачать. Где-то через месяцев 8 – сможете. Спасибо. Я сейчас сказал, думаю, девушка, как воспринять на основании. Я сказал, через 8 месяцев у нас может зачать. Я сказал, зная точно, что так. Сейчас не может у нас зачать. С точки зрения науки современной, я просто вообще… То есть, я такую архинею сейчас сказал. Ну, откуда мне знать? Я обследование не проводил этой девушке. Откуда мне знать это все, понимаете? Поэтому я извиняюсь перед вами, что я сказал эту фразу. Но я должен был ей сказать, потому что мы с ней больше не встретимся, а эта для нее информация ценная очень. Она не знает, чего вот она не может зачать уже целый год. Понимаете? А причина в том, что плохой период. Вот она мне не говорила, что она целый год, даже чуть больше. Года-два месяца она не может зачать. Ну, подскажите, сколько вы не можете зачать? Да. Правильно. Понимаете? Вот, то есть, знание бывает разным. То есть, есть знание научное. Это я не отрицаю его. А есть знание вот такое, которое идет через сердце. И им тоже можно помогать, хищать это все. Это все возможно. Но здесь много опасностей. Можно, если загордился собой уже не то, ну, там много всяких опасностей, но оно есть, это знание. Как и в научном знании тоже можно не так расчеты сделать. Там тоже есть опасности. Вам не надо сейчас отчаиваться, что у вас не получается. Вам нужно свежий воздух, природа и ждать, чуть-чуть подождать. Сейчас не время. И вам еще вторая проблема. Вы слишком сильно сосредоточены на негативе и туда все силы отдают. Успокойтесь, как вы меньше думаете об этих деньгах, об этом и вот все. Хорошо? А вот когда муж на меня давит, там выгоняет из дому или, ну, он расстраивается. Просто в молитву уходите, верите в него, да? Вот он вас выгоняет из дому, да? Из два варианта. Первый вариант, надо спокойно сказать, никуда не уйду, я твоя жена. Второй вариант, можно уйти на время, потом прийти назад. У меня был такой случай, сейчас вам расскажу за свою родственницу. Одна родственница моя, она мне написала. Мой муж меня выгнал из дома. Я сейчас у подруги. Что делать? Я говорю, ничего не делать, жить у подруги. Ну, что, значит, мы все уже, она говорит, моя семья разрушена. Я говорю, ничего не разрушено. Если он просто на эмоциях тебя выгнал из дома, то он тебя ничего не выгнал, потому что в это время у него разум не работал, он ничего не соображал. Когда человек принимает решение эмоциональное какое-то, он сам в это потом не верит. И это значит, что он дальше будет устанавливать отношения с тобой. И ты, если ты сама не знаешь, пиши мне, что отвечать. Ну, и как бы она сказала, хорошо, я поняла. Ну, и начала слушать меня. То есть, дальше он, как и предполагалось, начал ей писать. Вот. Домой ты не вернешься, оставайся там, где ты есть. Он написал. Она меня спросит, что отвечать. Я говорю, ответь ему, что хорошо, как ты скажешь, так я и сделаю. Потом он написал, все, как бы мы с тобой уже, как бы, ну, как бы, теперь вместе не живем. И это виновата в этом ты. Что отвечать? Я ей сказал, ничего не отвечать. Гинолировать это послание. В этом он ей пишет дальше. Я, говорит, тебя выгнал, но, говорит, ты сама, как бы, ну, стала причиной этого поступка. И что ты собираешься теперь делать дальше? Написал ей. Она говорит, что писать? Я говорю, ну, пиши, что ты меня выгнал сам, и я живу теперь здесь. Так как я твоя жена, и ты мне сказал жить здесь, я живу здесь. Что мне еще делать? Она так ему написала. Он долго думал потом. Ну, в конце концов, короче, там была длительная переписка. В конце концов, он приехал, короче, на машине за ней, забрал ее оттуда. И когда они ехали назад, он говорит, ты, говорит, самый лучший человек в моей жизни. Я, говорит, тебя никогда не брошу. Понимаете, то есть, как бы, ну, что сказать? Вот муж выгоняет из дома. Это просто эмоции и все. Не обращайте на это внимание. Мне жена иногда говорит, я говорю, так жалею, что вообще с тебя замуж вышла. Потом говорит, ты самый лучший человек в моей жизни. Я говорю, ты жалеешь, что замуж вышла. Говорит, да, это я сказал на эмоции. Иногда женщины что-то говорят, чтобы человек, чтобы понял, что я могу на тебя повлиять. Вот они как бы, и если они никак не могут повлиять, ну, вот и так не может повлиять, ей надо сказать что-то такое, чтобы прямо вот беское такое, обидное. И она это делает. Да, женщина, так ведь? Ну, на это не обращать никакого внимания. В этом нет ни в этих словах вообще никакого смысла, ни значения никакого нет вообще. Просто это пустой звук в словах, да? А у мужчины часто пустой звук вот такой, если ты так сделаешь, все, мы вместе не живем. Пустой звук тоже. Не обращайте внимания вообще. Это просто понты. Мужские понты и женские понты. Как бы я тебя не люблю, ты мне не нравишься, все. Это женские понты. А есть мужские понты, все, уходи от меня. Мы живем раздельно теперь, ты мне не жена. И тогда это мужские понты. Вы помнили женщину? У каждого свои. Не обращайте внимания просто. Как будто он ничего такого не говорит. Потому что женщина думает, раз он так думает, все, значит семья разваливается. Нет, это просто. Он это говорит для того, чтобы вы оценили, насколько он владеет вами. И вообще, насколько он важен в вашей жизни. Понимаете? Он когда так говорит, смокнет в ваши глаза и как бы обратную связь с ними. Ну ладно, давайте по теме лекций уже беседуем. Видите, из ответов на вопросы стало ясно, что характер, а все состоит из характера, все наши поступки, очень сильно влияют на то, как дальше будет идти жизнь, складываться жизнь. И в целом в Священных Писаниях прописано, ну по крайней мере в Ведах прописано то, как влияет характер на жизнь человека в деятельности. Потому что там тоже мы живем в деятельности. И есть деятельность человека, который дает знания, есть деятельность человека, который управляет людьми, есть деятельность того, кто приносит достаток обществу или торговца, и деятельность того, кто с любовью трудится. Есть черты характера, которые всем этим людям помогают или мешают. Но прежде чем об этом говорить, я бы хотел вам сказать еще и общие вещи, которые стоят выше этого всего. Так, например, следует знать, что человек, который верит в свою Родину, в свою страну, защищен Родиной. Потому что Родина — это Личность. Как бы ей тяжело не было, как бы она не страдала, человек, если живет в какой-то стране, он должен понимать, что это его мать. Вот его страна — это его мать. Его Родина — это его мать. И он должен ее любить и верить в нее. И тогда он ей защищен. А если он не любит ее, не верит, тогда он не защищен. Я привожу такой пример, что, допустим, собака в каком-то доме, она знает, кто любит его хозяина и кто нет. Вы знаете об этом, да? Вот, допустим, приходит чужой человек совершенно. Собака знает этот человек, любит хозяина или нет. То есть ей надо или загрызть его, или не трогать. Она на всех гавкает, но одних бросается, а других нет. Как она определяет? Она чувствует, да? Вот точно так же милиционер на улице, допустим, вас останавливает. Если вы любите свою Родину, он вас не тронет. А если нет, будет придираться. И как это происходит, вы не знаете. Но все милиционеры на Украине, они все связаны с Родиной, понимаете? Что они ей служат. И если вы Родину любите, тогда милиционеры вас не трогают. Ну и правительство заодно тоже. А также службы различные. Вот меня рассказывал, да, меня задержали в первый день на границе. У них были все основания меня вытурить, не пустить на Украину. Меня пустили. Потому что они почувствовали, что я люблю Украину. Люблю вас, ваш народ. И меня пустили в результате. А вы любите свою Родину? Да. Просто я вам задал этот вопрос не для того, чтобы вы отвечали, а просто вы, ну, если вы почувствуете, у вас что-то здесь не клеится в стране. Допустим, одна женщина подошла мне и говорит, у меня что-то вот не клеится здесь, в этом городе. Это было в Питере, да? Я читал лекцию, она говорит, мне не клеится здесь, в этом городе. Что-то как-то плохо. Не могу здесь устроиться на работу, что-то полагать с людьми, не могу, что-то ничего. Я говорю, а вы любите этот город? Она говорит, что-то не очень. Я говорю, ну, значит, тогда у вас и никогда не будет клеится. Потому что, если вы приехали в этот город, вы должны его любить. И если вы его не любите, значит, тогда езжайте туда, где вы любите. Потому что, если вы хотите жить там, где вы не любите, значит, тогда у вас ничего не будет клеится. И здоровья даже не будет, понимаете? потому что должен любить не только город, в котором ты живешь, а также и природу, которая тебя окружает, даже если ты живешь на Северном полюсе. Есть такой анекдот, как бы в Казахстане там же степи, ну и Аксакал сидит такой, смотрит на степи. Приехали как бы миллионаторы, посадили в огородительную такую рощу, чтобы делать, разбивать поля, да? Ну на следующий день приезжает, все выруто. Он говорит, ты что, говорит, выруто? Он говорит, мне, говорит, это мешает на степь смотреть. Ну то есть он любит свою родину. И она вот, это его родина, это степь, и он любит степь. Ну, я к чему это говорю? Это говорю к тому, что есть вещи, которые мы не понимаем, но они есть. Понимаете, это тонкие вещи, незаметные, невидимые. И человек, когда он любит, допустим, какое-то место, он даже там, ему не надо даже вешать замок на двери, понимаете? Потому что к нему никто не залезет, если сильно любит. Потому что злые силы, они, вот допустим, вот как психология вора. Вот допустим, пятиподъездный дом, да? Какой подъезд вор пойдет воровать квартиру в какую? Вот один подъезд, цветочки стоят везде такие, как-то, все прибранно. Он туда пойдет воровать? Нет. А почему? Там же больше. Да. И он чувствует, что это опасно, потому что все тут же соседи там позвонят в милицию, опасно. А вот неприбранный подъезд такой, дверь тревая такая, он заходит там шаром покати, как бы все. Ну, самое место воровать. Чувствуете, о чем я говорю? Что если человек любит вот то место, где он живет, это защита, огромная защита от всех неприятностей. Теперь движемся дальше. Вот допустим, у меня отец, допустим, да? Ну, допустим, я говорю не про сводца, а просто я актозирую, да? У меня отец, он, допустим, возглавляет моей семьей. Да, отец должен, да, отец это глава семьи, да? Ну и возглавляет неправильно. Но это мой отец. Как я должен себя вести? Вот у меня два варианта. Свергнуть отца, поставить другого. Первый вариант. Второй вариант, ну, как бы, ну, я понимаю, что неправильно, как бы, все делает. Ну, молиться за него. Он же мой отец, правда? Молиться за него, принимать, прощать, терпеть. Ну, стараться, чтобы у него все получилось как-то в мысли. Какой вариант правильный по вашему? Второй, да? Ну, а правители, вот, ну, допустим, вашей страны, это отец или нет? Нет. Кто считает, нет, поднимите руку. А кто считает, да? Теперь, мои хорошие, я вам сейчас расскажу правду. Человека пять отцов. Пять, деды говорят. Первый отец — это родной отец. Второй отец — это наставник, тоже отец. Третий отец — это тот, кто проводит ритуалы по отецу, тоже, священник называется. Вот. Четвертый отец — это правитель. И пятый отец, может быть, не пятый, а второй — это тот, кто тебя воспитал. Бывает, что один тебя родил, а второй — воспитал. Вы говорите, отчим. Вот это не отчим, а это отец. Понимаете? Это родной отец, который тебя воспитал. Некоторые думают, что родной — это для тебя семя, из которого ты родился, из чего семя, нет, родное. А все остальные не родные. Так вот это неправильное мышление. Тот, который тебя воспитал, он стоит выше, чем тот, который дал семя. А наставник твой еще выше твоего отца, который тебя воспитал, стоит. И правитель так же является отцом для всех. Ну, значит, такой отец. Допустим, у вас отец маньяк, допустим, вы принимаете его как отца или отвергаете? Я говорю, допустим, я фантазирую. Я сейчас рассуждаю. Ну, как-то понятно, но поймите, что отец — это отец. Понимаете? Здесь ничего не сделаешь. Ты молишься за него, терпишь. Вы хотите, чтобы мой крайний мир был? У меня такое ощущение, что я больше хочу, чем вы. Вот запомните, если вы не поймете, что правитель — это отец, мира не будет. Это касается не только страны, а также и города, и селения. Есть такое понятие «старший». В наше время в современном обществе «старший» везде, во всех странах, везде, вот не только в Украине, везде, 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 везде. Они не полностью соответствуют этому понятию. Ну, то есть они подворовывают везде. Ну, думаете, в Европе не подворовывают? Подворовывают. Просто по-другому. Там это делается через законы. И младшие тоже не в полной степени праведники, понимаете? Потому что есть обязанность старшего, а есть обязанность младшего. Веда говорится, что если младший, но не уважает старших, то он становится проклятый. То есть он получает тех старших, которые бесчинствуют. Потому что самоуважение к старшим заставляет старшего вести себя правильно. Это уважение самого, оно контролирует его психическое. Ну, допустим, взять отца и сына, да? Допустим, сын уважает отца, а отец бесчинствует, да? Ну, а сын очень уважительно говорит, папа, я в тебя верю. И у него сразу совесть внутри проспать, он думает, да дурак, я дурак. У меня такой сын, а я так себя с ним веду. Или нет? Или не возникнет совести? Ну, ладно, хорошо, я вам расскажу одну историю. Одна женщина пришла ко мне и говорит, я хочу покончить жизнь самоубийством. Я говорю, зачем? Она говорит, а я не знаю, зачем мне жить. Она мне рассказала свою историю. Она сказала, что у нее комната, квартира, состоящая из трех комнат. Первая – это предбанник и кухня, ну, дома частные. Вторая комната – это ее комната, она вагончиком все вот так идет. А третья комната – комната сына. И сын бьет каждый день и по ночам громко включает телевизор. И если она пытается выключить, он ее бьет. То есть она ни спать не может, ни жить не может. И она уже в пошелом, таком преклонном возрасте. Она говорит, так мне лучше просто умереть, чем так жить. Ко мне пришла. Я говорю, давайте мы будем спасать вашу жизнь, а не умирать. Она говорит, ну, скажи, что делать, я не знаю, что мне делать. Я говорю, вы поймите, что это ваша судьба. Вы сами когда-то так себя вели в прошлом, теперь за это страдает. Она говорит, ну, что мне делать-то, скажи. Я говорю, надо молиться до тех пор, пока вы его не примете. Вот он бесчинствует, ведет себя плохо. Ну, молитесь, пока вы его не примете. Она говорит, что я приму его, он перестанет меня бить. Я говорю, ну, вы увидите сами все. Она начала свою молитву. А у нее деваться было некуда, и спать даже она не могла. Поэтому она молилась сутками. И больше делать нечего было, понимаете. Просто или молиться, или умереть. Она молилась сутками. Приходит через пару месяцев. Говорит, Олег Геннадьевич, спасибо. Я говорю, что, перестал грустно? А я говорю, он говорит, нет, не перестал, но я сплю. Я говорю, когда приняла его, вот таким, какой он есть, приняла, несмотря на включенный телевизор, я почему-то начала спокойно засыпать и спать. Это можно сравнить с тем, что муж храпит, допустим. Если жена любит, то ей нравится его, правда. А если не любит, то не может спать. Ну, то есть она начала спать при включенном телевизоре. Но это только начало истории. Потом дальше она продолжала молиться, уже вдохновленная. И через какое-то время она сказала, что сын перестал включать ночью телевизор. Но продолжает пить и вести себя плохо. И потом она третий раз еще ко мне пришла и сказала, что мой сын один раз приполз ко мне на четвереньках в мою комнату, начал хватать меня за ноги, плакать и говорить, ты святая, а я грешник, прости меня, я больше так никогда не буду делать. После этого он начал завязывать, меньше стал и потихоньку бросил. Такая история. Но все началось с того, что она просто начала принимать то, что есть. И потом все начало налаживаться. И чем интересно знать, что каждый человек имеет свою индивидуальную судьбу. Ну, допустим, идет бедствие где-то. Один человек, допустим, принял судьбу, все остальные нет. Тот, кто принял, выжил, все остальные погибли. Продолжение следует...